У Казахстана столько побед Я не все выкладываю про Казах, про спорт Потому что он занимается немножко другими темами Но иногда все-таки приходится Очень много побед Они очень спортивные Ну вы же кому платили дань? Вы же не платили слабым людям, правда? Теперь племена Парадараи, приморские саки, жили у Арала Далее Массагеты, Исидоны, Аргипеи Жили в Центральном Казахстане Далее идут Аримаспы, стерегущие золото грифов Жили северо-восточный Казахстан Далее Хаума Варга, вообще ближе к Туркмении Варят Хауму, как бы Далее Тигра Хауда, самое известное племя Жили у Житсу Вот карта расселения племен Где вы можете четко все это наблюдать Казахов больше 35 тысяч А появились они на южноуральской земле даже раньше, чем русские В степях, в Кизильском и Нагайбакском районах Сейчас есть целые казахские деревни Большая диаспора и в Брединском районе О южноуральских казахах и их традициях Василий Цвентух Борясь мне, вот так вот На, выдумай, да На, на Зарелись, чтобы он не плакал И успокоен Туркмед помогает сделать жизненный путь легким Чтобы в дальнейшем человек шел и спотыкает Проводит его аксакал Дихан Мусин Слово аксакал с казахского переводится как седобородый В общем, у казахов много национальных игр, которые связаны с конем, да Конь в казахской культуре вообще занимает особое, почетное место Ведь изначально народ ввел кочевой образ жизни Верный конь прежде всего был средством передвижения Мальчиков уже с трех лет приучали к седлу А еще табун снабжал семьи молоком и мясом Одним из символов кочевой жизни казахов стала также юрта Почему, говорит, Степеняков считает это самым диким народом? Неужели четырехстенкой мазанкой, говорит, лучше юрты? Чем лучше? Здесь больше фантазии Здесь вот эта вот стена, остров, называется киригия Их можно как гармошку словить, всего полметра занимает До сих пор происхождение казахской юрты живо обсуждается в специализированной литературе По одной из версий, прототипом послужила юрта древнетюркского типа Которая, в свою очередь, предполагается, является усовершенствованным веками полусфеерическим фунтским шалашом Кочевая жизнь зародила и еще одну самую главную традицию казахского народа – гостеприимство И сегодня в юрте рады всем, каждого гостя готовы накормить бешбармаком Кстати, дословно название этого блюда переводится как «пять пальцев» – «петерня», ведь бешбармак принято есть руками Наш народ кочевой, и поэтому гостеприимство в первую очередь Для нас гость – это святой Во-первых, гость, который приходит, это, понимаете, вестник мира Если гость к вам приехал, значит, спокойно Главная достопримечательность Казахстана, которую обязан увидеть каждый иностранец – это казахский той Этого точно никогда не увидят за границей Меня с моим мужем американца пригласили на казахскую свадьбу, и он был в большом предвкушении Первое впечатление произвел ресторан с огромным залом и красивым оформлением На входе был оркестр и фуршет Я когда-то увидела свадьбы казахские, я была в шоке Посмотрите, какая красота Затем нас пригласили к столу, который был полон еды и всяких вкусностей Мой муж был в большом шоке от изобилия Затем, после того, как основные гости расселись, в зал пригласили сватов подаваться и музыку Тут тоже пришлось объяснять моему мужу, что сватя имеет особый статус в Казахстане Потом, когда говорили тосты, мой муж спросил, это родственники жениха или невесты? И когда он узнал, что все гости в зале только со стороны жениха, а у невесты был такой же праздник, он был в большом шоке Третье удивление, это вынос главного блюда бешбарма, который ему очень понравился, особенно казы Четвертое, это подарки, которые дарили гостям, он был счастлив, потому что получил термос и бритву Пятое удивление, это танцоры и певцы, которые развлекали гостей весь вечер Шестое, это то, что после каждого тоста нужно выпить до дна Седьмое, это количество еды, которую несли весь вечер Восьмое удивление, то, что все гости очень хорошо танцуют и веселятся Девятое и самое шокирующее было для Джошуа, что в конце праздника нам дали пакеты для сорприта Которые можно положить в еду и забрать с собой Десятый шок был в том, что такие праздники, тут можно попасть практически каждую неделю И в целом в Казахстане делают подобные праздники по любому поводу Учительница Вити приготовила такой подарок каждому ученику Кем ты будешь через несколько лет? Такая программа в телефоне, да, что можно Представить, что ты вырастешь там летчиком, стюардессой, да? Вот, видите Это направляет детей думать о будущем И видеть себя частью своей страны Это очень классно, правда? Это у нас в России, там говорят, вот ты вырастешь И отдашь свою жизнь за родину Казахи видят себя живыми Видите, они гордятся собой И вообще приятно видеть себя взрослым, правда? Учительница, видите, девочка станет учительницей Она смущается А почему нет? Может быть она и будет учительницей Это какой-то спортсмен, да? Офигеть, какие бицепсы Доволен, доволен Вау, военные Военные Смотрите, беркут Беркут? Здравствуйте И я ее Покращена И там же ребенок зенит смотрит И поет по-казахски Кахима, как всегда, потрясающе Красиво Привесенное и современное Ни одного минуса не скажешь, да? Красиво, милое и современное Казахский инструмент Казахская юрта Казахский язык Казахская история Я не знаю, свечка казахская, но Украшения точно казахские Казахская история Продолжение следует...